Берешь и откручиваешь вот эти все. Съешь руку и снимаешь эти панели. Бабочки меняют место жительства. От тропического сада остался только навес из бамбука. Его разбирают рабочие. Сад бабочек должен был стать украшением парка, но в итоге испортил всю картину. Павильон буквально воткнули между пальмами прямо на газон. Меньше рекламы, торговых ларьков и аттракционов с призами. Больше пространства и зелени. Такую задачу поставил мэр Сочи. Алексей Копайгородский перед руководством парка. Сюда он приходил в начале октября. За две недели в ривьере уже снесли 20 павильонов. На очереди еще не меньше 30. Были недостатки в плане того, что огромное количество нареканий со стороны жителей города о большом количестве торговых объектов. Он попросил эти торговые объекты в максимально сжатые сроки уменьшить и по возможности вообще от них избавиться. И разработать новую концепцию развития территории парка ривьера в целом, чтобы было понятно, в каком направлении двигаться. Сегодня парк в некоторых его частях больше напоминает торговую галерею с аттракционами. Но ривьера – это не просто парк развлечений. Это природный исторический памятник. Ботанический фонд парка – это 240 видов растений. 50 из них представляют особую ценность. А Поляна Дружбы – это музей под открытым небом. Здесь растут магнолии, которые посадили известные политики и космонавты. Заметили изменения, что стало меньше назойливых? Зазывал. Больше к нам не пристают с фотографиями. Буду ждать, что его сильнее зеленят и что будет больше простора, больше мест, где можно отдохнуть спокойно, посидеть на лавочке. Виктора Маяковского еще мальчиком в парк приводила мама. Сегодня он здесь часто гуляет уже со своими детьми. Говорит, хорошо помнит цветущую ривьеру тех времен. Рад, что лучшие годы парка возвращаются. Тогда в ривьере не было места фотографам с животными. Договоры с навязчивыми хозяевами попугаев и обезьян расторгли сейчас. Видим изменения в последнее время с приходом нового руководства главы. Изменения прямо налицо. Что исчезли животные, которые на детишек кидались иногда. Фотографы с животными, честно, мешали парку. Концепцию развития парка должны разработать до конца года. Сейчас над ней трудится специальная рабочая группа. Сразу после начнется поэтапная реконструкция ривьеры. Подобную работу глава города поручил провести во всех парках Сочи.